Класс земноводные. Особенности внешнего строения. Вспомните, какие особенности внешнего и внутреннего строения рыб свидетельствуют об их обитании в водной среде. Как вы думаете, какие земноводные животные вам известны? Почему они получили такое название? Класс земноводные. Наименее сложно организованы из наземных позвоночных животных, которые сохраняют связь с водной средой. Большинство амфибий живет на суше, но размножаются в воде. Здесь же происходит их развитие. Кожа земноводных голая, имеет много желез, выделяющих слизь, поэтому она обычно влажная и способна защитить тело от высыхания. Дышат амфибии легкими кожей. На суше они передвигаются с помощью пятипалых конечностей, типичных для наземных позвоночных животных. К земноводным принадлежат лягушки, жабы, тритоны, саламандры и другие близкие к ним животные. Рассмотрим особенности строения жизнедеятельности земноводных на примере травяной лягушки. Среда обитания, внешние строения. Травяная лягушка все лето проводит на суше, днем скрывается во влажных местах леса, парка, а вечером выходит на охоту. Тело ее короткое, но широкое, без хвоста. Спереди голова немного заострена и непосредственно переходит в туловище. На голове расположены выпуклые глаза, которые снабжены подвижными веками и мигательной перепонкой, защищающими их от высыхания механических повреждений. Впереди глаз. На возвышении находятся ноздри. Форма глаз и расположение ноздрей позволяют лягушке видеть и дышать воздухом, не выходя из воды. У лягушки хорошо развиты две пары конечностей. Передние оканчиваются четырьмя пальцами, а задние пятью, между которыми имеется плавательная перепонка. Задние конечности примерно в полтора-два раза длиннее передних. Они помогают лягушке передвигаться по суше. Ими она отталкивается от земли и прыгает, а при приземлении опирается на более короткие передние лапки. Задними конечностями лягушка пользуется и в воде, отталкиваясь ими при плавании, а передние при этом прижаты к телу. Конечности лягушки хорошо приспособлены к передвижению по земле и воде. Кожа травяной лягушки голая и влажная. Она покрыта слоем слизи, который выделяется многочисленными кожными железами. Слизь облегчает плавание лягушки, защищает ее от пересыхания на суше, а также очищает ее от различных болезнетворных микроорганизмов. В связи с переходом к обитанию в наземно-воздушной среде у лягушек усовершенствовались органы чувств. Органы обоняния представлены одной парой ноздрей, которые закрываются клапанами. Эти органы имеют внутренние носовые отверстия, которые сообщаются с полостью рта. Воздух проходит через ноздри и лягушка воспринимает запахи. По бокам головы и позади глаз расположены округлые кожистые барабанные перепонки, за которыми находится среднее ухо. Внутреннее ухо лягушки помещается так же, как у рыб, в костях черепа. Опорно-двигательная система. Скелет у лягушки состоит из черепа, позвоночника, скелета конечностей и их поясов. Череп широкий, но плоский. Он подвижно соединен с позвоночником. На верхней челюсти имеются мелкие зубы. Позвоночник лягушки короткий. В нем различают отделы шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой, представленный одной костью, лежащий в области таза. У лягушки первый шейный позвонок подвижно соединен с черепом, поэтому голова может слегка подниматься и опускаться. Передняя конечность состоит из плечевой кости предплечья кисти. В задней конечности различают бедро, голень и стопу. Опорой скелета в конечностях служат пояса конечностей. Так скелет передних конечностей опирается на плечевой пояс, состоящий из двух лопаток, вороньих костей и ключиц. Опорой задних конечностей служит тазовый пояс. Он присоединяется к отросткам последнего позвонка. Лапы у лягушки располагаются по бокам туловища и не поднимают тело над землей. Мускулатура лягушки состоит из мышц, строение которых сложнее, чем у рыб. Хорошо развита мускулатура конечностей, которые участвуют в передвижении лягушки при плавании и прыгании на суше. Травяная лягушка – один из представителей класса земноводные. В строении ее тела сочетаются признаки водных, голая влажная кожа, выпуклые глаза, плавательные перепонки и наземных позвоночных, веки, пятипалые конечности, среднее ухо с барабанной перепонкой.